Почему я должен скрывать? Едет время, у нас будет еще время вернуться к этому разговору, мы пообщаемся. Ничего страшного, присудите вам, что судья, что вы, вы что, у вас одна кухня. Вы как-то странно, тогда видео запретили, вы успели ходатайство напечатать. Вопрос только утром коснулся, а у вас оно уже напечатано. И сейчас вдруг судья принимает решение, надо вечерину удалить. А у прокурора уже все напечатано. Вы это решаете с вечера, готовите к утру. Потому что я против сидения записи. Цель соблюдения права потерпевших. Потерпевших? Да. Я вот хочу задать вам такой вопрос, как прокурору. Прокурору, не как государству, а как прокурору. Зачем выгибаете в полицию тех людей, которые боятся? Не по адресу. Иванович, да тебе ты просил, а это не пиши, я скажу. Не по адресу. Сотяние обратно. Неправильный вопрос. Вот полицейский стоит. Есть отдел кадров у них. Вот полицейский стоит. Не по адресу. Камера наведена. Вот полицейский стоит. Вон полицейский стоит. Это не боятся камеры? Вот это. Продолжение следует. Продолжение следует. Судя по адресу. Судя по адресу. Судя по адресу. Судебное заседание осознает свое поведение. Это первое замечание суда в сегодняшнем судебном заседании и ограничено предупреждением предоставить возможность участия в последующих судебных заседаниях. обсудив постарду на сход с участниками судебного справедриāра это судебного заседания. Соответственно, 258 грн, на подсед Reedus フедерации при нарушении порядка судебного заседания не подчиняя распоряжения председательства cauliflower или судебного вседальства в лицо предусмотрительного заседания и ограничено предупреждается невыпустимость Никакого оперы дела, либо удаляется из зала судебного заседания, либо и на него налагаются денежное заседания в порядке установленные статьями 117 и 118 в настоящем году. Подсудимым может bekommen из зала судебного заседания на оключение обердения стороны. При этом не должно быть предоставлено право на последнее слое. В любом случае, в esse случае должно разрешаться в неописусе или объявляться ему под расписку немедленно после этого разрешения. 28 сентября 2016 года начато рассуждение уголовного дела разрешения к вечеру. Всем участникам у судейного разрешения с собой и на рассеяние их права, оберенностей, порядки их сочетания, а также ознакомлены с федоанитом судебного расследования. Установлено статью 267 уголовного функционального договора в ст. федерации и мерное разрешение на наличие порядка у судебного расследования. В последствии подсудимый гречен неоднократно нарушал порядок правильных заданий, за что не против делом и замечаний, а именно 28 сентября 2016 года привлекание с председателем еще 30 сентября 2016 года перебивание государственного обвинения обвинителя на высказывание броневых 17 октября 2016 года перебивание участника судебного заседания, перебивание участника судебного заседания, надлежащего поведению в Бухгалке 19 октября 2016 года перебивание государственного обвинителя, 20 октября 2016 года перебивание государственного обвинителя на высказывание, надлежащего поведения, 24 октября 2016 года перебивание в Бухгалке, надлежащего поведения, надлежащего поведения, 27 октября 2016 года перебивание участника судебного заседания, перебивание участника подседания, перебивание воздержаться от ненадлежащего поведения, надлежащего 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 поведения, надлеж Продолжение следует... 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 Но, если помните, называйте даты, время, фамилии, где вы находились и что произошло. После этого мы заглядим вам вопросы. Все, понял. Так, 23 мая 2015 года. Мы вместе с Мальцевым... Не торопитесь, так, чтобы все слышали, ведется протокол судебного заседания. Совместно с Мальцем Владом внесли службу в районе населенного пункта Фаралуэль. Километра я сейчас не помню уже. Так, где-то... Это район-то какой? Это Пермский район Пермского края. Так, после 12 где-то часов мы созванивались с Тихомировым, это с другим нарядом, со старшим нарядом. Так как у них отсутствовал прибор, драгер, алкотестер, он попросил подъехать в населенный пункт Лобаново, Пермского района, Пермского края, для свидетельствования человека. Все. Поставив отметки в дежурной части, дежурная часть, он разрешил убыть в населенный пункт Лобаново для помощи нарядам. То есть вы в дежурную часть возвращались? Нет, в дежурную часть не возвращались. Связь осуществлялась с дежурной частью по сотовому телефону. То есть посредством мобильной связи? Да, все правильно. Посредством мобильной связи. А кто созванивался? Я был старше нарядом, созванивался я. После 12 часов ночи? Нет, после 12 часов дня, где-то в районе обеда. Прибыв в населенный пункт Лобаново, на улицу от культуры, дом тоже сейчас вспомню, но это у магазина было. Это между больницей и магазином. Встретились с другим нарядом. Находилось транспортное средство и находился там Гречин. Вместе, совместно с ними. Ранее знакомы были с Гречиным? С Гречиным ранее знакомы не были. Ни разу не встречались, даже по работе. Здесь поподробнее. Какое транспортное средство? Транспортное средство, по-моему, УАЗ-2105 была. Госномер я не помню. Цвет светлый был. То ли серый, то ли бежевый. Точно помню, что на транспортном средстве с правой стороны имелись очень обширные механические повреждения. То есть правая передняя дверь сильно была помята, задняя правая дверь была сильно помята. Точно помню, что было разбито правое переднее стекло. То есть я так понимаю, что данное транспортное средство побывало в ДТП ранее. механические повреждения были свежие. Все. Так. Как это события развиваются? Ну, сейчас я пытаюсь вспомнить, потому что время уже много прошло. Так. Тихомиров не помню, они, по-моему, куда-то спешили и попросили нас освидетельствовать Гречину. Сергею Ивановичу. Владислав Мальцев. Так сказать, взялся за это дело. Тихомирова был передан нам телефон сотрудника, который задержал Гречина и видел, как он управлял транспортным средством. Вот это ВАЗ-21 на 5. Сотрудника какого-то произведения? Ну, сотрудника Главного управления. Главного управления? Дмитрий Ивановичу. Так. 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 Фамилия называть? Мальцев. Владислав попросил Гречина пройти в транспортное средство для освидетельствования на состояние опьянения. Ну, так как были признаки у Гречина алкогольного опьянения, сильный запах алкоголя изо рта? Неустойчивость позы была. На что он ответил отказом. Утверждаю, что он транспортным средством не управлял. Так. Далее. Далее. Вот. Смутно помню. Неоднократно мы попросили просили его пройти в транспортное средство для освидетельствования. В результате чего Гречин начал выражаться грубой, нецензурной Абраймином в наш адрес. Кричать на улице. Вести себя вызывающе. Ну, так как он в наш адрес стал выражаться нецензурным направлением, я достал свой сотовый телефон. Тогда он у меня назывался HTC и стал снимать Гречину. его поведение его поведение его отношение к сотрудникам полиции. Он то возмущался почему я его снимаю, то говорил давай, давай, снимай меня. Также все это выражалось. Потом он конкретно меня уже при Тихомире так сказать послал на видеозаписи это все было отлично видно. Ну, что я ему сказал спасибо, он сказал на здоровье. Далее мною были остановлены понятые, это вот две девушки, которые ранее присутствовали на судебных заседаниях по статье 12.26 то есть за отказ. И в присутствии них мы уже у Гречины Сергея Ивановича стали его не опрашивать, а произведить процедуры. То есть составлено было отстранение от управления транспортным средством. Так, Влад приготовил акт на состояние алкогольного опьянения направление на медицинское свидетельствование и уже в присутствии понятых. понятые стояли позади нашего патрульного транспортного средства, две девушки. Гречин ходил между забором и нашим патрульным транспортным средством с правой стороны получается, с пассажирской стороны. Я находился спереди свое транспортное средство, то есть у капота лицом к транспортному средству, в левой руке держался сотовый телефон. перед служебным автомобилем лицом к капоту. Телефон находился в левой руке у меня. я просто держал никаких высказываний в отношении Гречина Сергея Ивановича. В левой руке я держал телефон. Никаких высказываний провоцирующих с моей стороны не было. Я просто стоял и снимал, потому что Гречин в адрес Мальцева продолжал ругаться, материться, посылать его, так как Мальцев проводил процедуру в присутствии понятых. Он ему предлагал пройти свидетельствами на месте. На что на месте Гречин отказался пройти. Он сначала в ответ на предложение про те свидетельства не выражался. Медицинское медицинское свидетельство в краевом наркологическом деспонсоре. Он согласился изначально. Потом, насколько я помню, он начал в адрес понятых кричать, то есть девушек, спрашивая их в грубой форме вы видели как я ехал или нет. Ему было разъяснено, что девушки были привлечены не как свидетели, а как понятые для освидетельствования для процессуальных действий. Мальцева неоднократно послал. У Мальцева были двери открыты, Мальцев сидел на переднем пассажирском сиденье нашего патрульного автомобиля. неоднократно. Мальцева неоднократно. дизель продавали послал видео. Орган Продолжение следует... 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 все потом ну наручники у него были на руках потом гречен потребовал их снять с него наручники наручники были сняты не полностью и одной стороной наручников к раздвижной двери я его прицепил с одной руки до снял наручник и прицепила браслет к двери все позже мы проследовали по коридору в холл до в холлу дежурной части центральный вход дежурной части в отдел полиции дежурную часть дежурную часть гречен не помещался не заводился наручники также обратно сзади зацепил наручник там находился стол в холле у дежурной части влад расположился за столом стал составлять рапорт писать я находился с гречен тоже следил за его поведением гречен пытался ходить по холлу замечания ему делал неоднократно чтобы он не ходил пытался уходить подниматься на другой этаж уходить по коридору ну теряться из вида делались ему неоднократные замечания он продолжался вести вызывающие а он еще сказал что я веду себя так специально потому что он говорит видишь на потолке камера грит висит на я говорю я так знаю что камеры висит я попросил постоять в углу чтобы из вида он не терялся он отказывался я хочу там не хожу дежурному пытался что-то там через окно кричать после написания рапортов мы оставили его в холле спросили у дежурного нужно его заводить дежурную часть или нет он сказал что не надо все дежурный нас отпустил рапорта заверили все мы поехали к себе на бульвар гагарина 80 где базировался наш полк 1 рота сферой ботаной где-то часов в один раз 23 часа где-то вдвину около 12 вечера ко мне приезжали сотрудники осб брали с меня объяснение какое объяснение сейчас не вспомню но по факту побоев по моему в отношении гречина то есть я так понимаю что он написал встречное заявление на нас не встречно просто написал заявление что было сбить сотрудниками полиции все протужение все рассказал все что смог что-то испытывали от этого испытывать то конечно испытывал по руке попал ну ну физик если физически боль физическая боль была телесных повреждений у меня не было следовательно я не стал никуда обращаться ну это суд мед эксперт то есть для снятия побоев потому что нечего нечего вот Сергей Иванович я не знаю если любому сотруднику полиции сказать что это мусор ты туда-сюда там как бы мне кажется любому сотруднику полиции это не понравилось сопровождали свои рассказывание о скрипительно нецензурной бранью да было нецензурная брань была можно сказать даже отборная такая хорошая в присутствии когда понятых вы для этих девушек остановили говорящий Сергей Иванович рассказывал в отношении вас и или Мальцева оскорбление ну я говорил да вот когда Мальцев процессуальное действие производил понятые находились вот две девушки они все видели ну вот понятые они долго с нами находились все как бы до победного ну так сказать данные слова оскорбляли ваше честь Иванович? да да а того мужчину который задержал гречина или не видел гречина который управлял настором? я его не видел потом я который мне дали телефон я пытался позвонить но телефон был не в абоненте то есть вне зоны доступа то есть вы фактически не знаете вот нет передали данные и все ну да все лично не видели не разговаривали а Тихомиров вдруг он наверное в составе Тихомирова и кого еще? Мартынов был они долго в какой-то момент присутствовали? они никогда уезжали приезжали а вот когда мы уже гречину садили на задне сиденья в наручниках все как бы Сергей Тихомиров спросил у меня мы еще нужны? ну как бы я говорю все и они поехали к себе на маршрут они все в это время они находились или просто уезжали приезжали помните не помните так-то практически постоянно да постоянно они были да да то есть они никуда не удалялись все вот это все эти действия они тоже все это все прекрасно виды документы в гречен обыли ты себе иван перевал другой наряд что-то может это паспорт точно долл тихомира до переданный паспорт нет он просто стоял рядышком ну как с рядом со своим транспортным средством ну никуда не пытался удаляться изначально ну что-то вечном священ разговаривали что ему сергей тихомиров задавал вопрос по моему говорил что приехал к другу все нам как бы неинтересно было зачем человек приехал кому документы паспорт ну документы находились тогда при нас вот я говорю о паспорт точно помню потом документы были отданы по моему были переданы дежурную часть дежурному когда телефон то у вас вы видите греченым как вы поняли он случайно выбил или целенаправленно как вы по его действиям то есть он просто махнул любой при развороте или как ну я я я-то понимал это что он специально это сделал если он сопровождает все словами убери на свой телефон специально и 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 за и по правонарушению административного составляния сами, или это все мать от составляния? Так, по-моему задержание транспортного средства я составляю. Ну протокол, да, задержание транспортного средства. Также я осуществлял погрузку, когда эвакуатор приедет. Ну не я осуществлял, а следил за погрузкой. Телефон-то что, когда он был убит у вас из руки, он какое-то повреждение получил или целое? Нет, повреждение-то не получил, он снимал дальше, как бы я его с капот, ну как, он в капот ударился, и все, я его обратно поднял. Технически исправен был? Технически был исправен, да, потому что я дальше все осуществлял съемку этим телефоном, никаким другим. Сегодня вы рассказали еще о событиях, которые происходили в машине, в патрульном, при доставлении Сергея Ивановича в МВГ и Сейкинонском районе. Пока ваши показания не улучшали, но раньше вы поясняли эти сведения? Нет. Зачем? Если никаких доказательств нет, я считаю, что это все с моей стороны голословно. Можно много про Сергея Ивановича рассказать, когда даже съемка не велась, что он себе позволял. То есть не считали нужным? Нет. В отделе полиции что вытворял он, когда съемка не производилась? Находясь еще на владелье МВГ России по Пермскому району, какие-то противоправные действия в отношении вас Сергея Ивановича производила? Помните, не помните? Почему я помню? Когда в угол я его ставил, делал замечания неоднократные, я его правой рукой в грудь отталкивал в угол, говорил ему, постойте. Он, отходя, пнул меня по ноге, по правой. На видео это никак, но замечание я ему сделал, почему он пинается. И это было все слышно, что я ему делал замечание. Чем ударил? Он пнул меня, какой ногой я не помню, но он пнул меня в правую ногу под колено. Ну, там, в район голени, что ли. Что-то испытание от этого действия? Больно-то было. Потом смотрел, да, синяка тоже не было. Не обращался. За больничным ни за чем. В административном материале каких-то документах, которые вы составляли или заставляли мальцев и указывали об этих обстоятельствах. Помимо административного правонарушения гречи. Помните, не помню? Нет, не помню. Ну, про наручники точно в рапортах были указаны наручники, что человеку применяли спецсредства. Могло ли это быть не указано в рапортах или еще каких-то документов? Ну, это по поводу поведения Сергея Ивановича или как? Да, не связано, получается, с административным правонарушением. Мы его не берем, потому что нет рассмотрения дела, а конкретно оскорбление. Ну, вот оскорбление указывалось. То есть, оскорбление указывалось, да? Правоохранительные органы, конкретно следственный комитет обращались с заявлением о привлечении гречина к головной ответственности? Ну, потом уже вызваны были в последующем. Сами не обращались? Нет. Почему? Так, почему не обращались? Я не помню, почему не обращались, но нам, по-моему, кто-то на работе сказал, что вас вызовут потом. То есть, на основании аэропортов будет проводиться проверка. Во время противоправного действия и увеличенного решения вас, как с ваших слов, вы в чем находились? В форме, в световозвращающем жилете. Нагрудный знак был. Сергею Ивановичу я раза два или три показывал удостоверение. Хотя он и говорит, что ни разу. Может, не помню. Мальцев? Также он и к Мальцеву обращался, Мальцев ему показывал, представлялся. Тихомиров представлялся, Мартынов ему представлялся. Тоже удостоверение показывали. Потому что это строго так-то, если человек обращается и просит показать. Результаты рассмотрения административного материала, что на гречном арте здесь есть? Мне Мальцев уже говорил, что он был лишён права управления на 18 месяцев, если мне память не изменяет. Упоститель еще видеозапись телефона может не сделать? Удалили? Нет, запись я не удалил, я перенес её себе на компьютер. Угу. 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 Он а у вас сохранилась? Сохранена. Ух. Угу. диски есть компакт-диски ранее дамы запись кому-то доставляли в следственный комитет в хамском районе был сам файл записывал? на диск да в хамском районе в оценке т Short-к wack т, кем-сом районе в мусор Есть у вас основания о гвардиве и гречне? Никаких оснований у меня нету. Верно-маху. 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 А как, если вы можете, подъяснитесь на вопрос о дислокации, согласно какого документа вы где находились, и порядок смены места поприлирован для суда. Находились согласно постовой ведомости, которая заверяется командиром полка предыдущих суток, там, по-моему, 18.00 вечера. Находились мы с 7.30, у нас смена должна быть, до 16.30. Тогда. Помню еще в тот день мы ждали футбольных болельщиков из другого региона. Нарядов по автодороге Перми-Екатеринбургу было выставлено много, потому Тихомирову не хватило алкотестера. Вот, я вспомнил что еще. Спасибо. 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 И еще раз, вот порядок смены патрулирования маршрута как вот вычисляется? Порядок смены? Да. Умеете ли вы право, допустим, переехать с места на место? С разрешением дежурной части, а тогда у меня по постовой ведомости с 9 по 14 километров или 13 километров автодороги Перми-Екатеринбург мы стояли. Ну и, по-моему, было прописано, насколько я помню, что именно выезд из населенного пункта Фролы. Выезд из населенного пункта Фролы. Ну, мы стояли там рядом с перекрестком. Политилеты расписали, ставили подписи в административном материале? С 4 по 14? Нет, с 9 по 14 или по 13 километров. Подписи, да, ставили. Порядок разъяснялся? Среди материала там права? Мальцев этим не занимался, он разъяснял статью 51, что они привлекаются в качестве принятых. Какие-то возражения, замечания были? У девушек возражений и замечаний не было, они просто стояли и как бы наблюдали за всем происходящим. Сергей Иванович, что-то говорил мне там? Да, он в их адресе включал, тоже выражался. Ну, вот он тогда, когда спрашивал, вы видели, что я ехал? И тогда уже выкрикивал на цензурную брань. По-моему, я потом тебя найду в грив. Вот вы видите, видеорегистратор в вашем автомобиле, где запись не сохранялась. Вот, поясните по этому поводу. Что за видеорегистратор, куда работал и видеозапись? Какой порядок у вас? Да, сейчас объясню. При заступлении на службу, ответственное руководство роты, которое заступает на сутки, под роспись нам выдает спецсредства. То есть, мы расписываемся, если получаешь, алкотестер там. При заступлении на службу, кто? Ответственно? Ответственно от руководства, да, роты. Подроспись каждому наряду? Каждому, да. Какой сотрудник получает приборы, тот и расписывается за ним. То есть, независимо, алкотестер, прибор, свет для замерения тонировки. Флешки также, флеш-карты для видеорегистраторов тоже получались под роспись. На флешках нам не радули. Драгирует уже, да? Да, любой прибор, который сотрудник берет, он расписывается за него. Проверяет и расписывается. Все, флеш-карту вставляли в прибор. У нас в машине видеорегистратор с тремя видеокамерами. Название не помню прибора. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА После инструктажа ответственно от руководства РОДО также все проверяет. Работоспособность, техническое состояние наших транспортных средств. Ну и работоспособность видеорегистратора. Там индикатор мигает. Индикатор мигал красным цветом. Если мигает красный, значит, видеозапись производится. То есть флеш-карта и прибор исправлены. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА После смены это все сдается. А также ответственно от руководства РОДО. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В тот день по приезду мы... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 2015 года мы с Сергеем Ивановичем с Гречиным задержались на смене. Мы приехали где-то в девятом часу вечера. Ответственно на руководство роты не было. Так, ответственно не было. Контрольный лист и флешку я положил ему на стол. Флешку это флеш-накопитель с видеорегистратором. Все, потом мы сдали оружие и убыли по домам, а потом дальше вот сотрудники УСБ ко мне вечером приехали. Продолжение следует. Последующий судьба предметов флешки. Известно? Нет, мне не известно. Но если бы что-то, допустим, либо не было бы какой-нибудь видеозаписи, либо в те, допустим, моменты, когда видеорегистратор отключается, идет прерывание видеозаписи на компьютере, это все видно. То есть мне бы поступило от руководства замечание какое-либо. То есть у вас какой-то контроль ведется? Да. То есть флешку в ответственность берет, вставляет в компьютер и начинает всю информацию сбрасывать в компьютер. Это уже после смены? После смены, да? А во время смены контроль ведется? Нет. Контроль так иногда, если бардачок откроешь, посмотришь, если индикатор мигает, значит с чем-то идет. То есть после сдачи флеш-карты, которая вносит накопитель, она сдается от руководства? Ответственно не было, он потом по приезду уже, допустим, видит, что контрольный листок нашего наряда лежит, на ней флеш-карта, он флеш-карту списывает, то что я ее сдал. Все. И потом он все вставляет в компьютер сбрасывать. То есть при переносе информации с точки зрения на компьютер проверяется, каким-то образом контролируется прерывание в виде записи? Они, допустим, определенный берут, ну вот сейчас у нас в городском полку так делают, берут определенный промежуток, времени, допустим, если вот с часу ночи до двух ночи. И вот они полностью просматривают этот промежуток. Потому что у всего полка и все вот эти вот 12-часовые записи, допустим, у ночных нарядов, это невозможно чисто физически просмотреть. Нареканий-то были, нет? Нареканий, я говорю, что не было. Никаких замечаний у меня не было. Еще поясните, пожалуйста, где конкретно, в каком месте вы это сдавали, как он назывался у вас правильно структурное подразделение и что сейчас с ним? Раньше наше структурное подразделение, ну вот именно я работал в… Да, 23 мая. Ну, первая рота, первый батальон, первый взвод полка ДПС ГУ МВД России по Пермскому краю. И адрес для распределения. Наш полк относился главным управлением. Так, давайте, первая рота, да? Первая рота. Первый батальон. Ну, изначально вот первый взвод поставьте. Первый взвод, первая рота, первый батальон. Первый батальон. Первый батальон, полка. Полка ДПС ГУ МВД России по Пермскому краю. И адрес для распределения. Бульвар Бегарина, 80. Где ныне находится управление ГИБДД по Пермскому краю. По следующим, что с этим структурным подразделением? Да. Было сокращено. Куда? Так. В прошлом году, вот в прошлом году, в сентябре месяце, я начал работать в ОГИБДД города Добрян. То есть, в августе уже началось конкретное расформирование полка. И в августе я получил уведомление о сокращении. Сейчас пол ТПС существует. Нет. Краевой. Краевого полка ДПС нету. Там остался спецвзвод при управлении ГИБДД. Там остался спецвзвод при управлении ГИБДД. Зависк. Какие-то противоправные действия в отношении ГИБДД Спасибо. Нет. Запись у вас на телефон не вы сохраняли? Нет, этого телефона уже нет у меня сейчас, только телефон. Входя на компьютер. Говорят, ты изменяли? Нет. В фотошоке или нет? Вот в том-то и дело, что фото можно изменить, а видео у меня пока ума не хватает это сделать. Да и это, по-моему, на спецоборудование должно это все делаться, насколько я знаю. То есть, если вы имеете в виду там монтаж либо еще что-то, то такое не делалось. То есть, видео прерываться прерывалось, а изменению никакому не подвергалось. Вы, как потерпевший, обязанно вас спросить, по результатам досмотрения настоящего уголовного дела, какого суду на случай признания его ведома требует к нему наказание? Я думаю оставить прежде. Сейчас у нас новое рассмотрение, у нас уже тот пригнор. Можно это оставлю на решение суда. То есть, наказание на рассмотрение суда? Да. Да. А последующим с этим сотрудником, который Я видел его два раза, только когда судебные тяжбы были по статье 12.26 за отказ, а он приходил туда в качестве понятого, в качестве свидетеля, в качестве понятого. В мировом суде? Да, в мировом суде. С ним знакомо? Нет, не знаком. Как вы считаете, почему Сергей Иванович так себя вел? Мой вывод только то, что он был в сильном алкогольном опьянении. Как-то он пытался вам воспрепятствовать? Почему? Ну, было явно то, что он оттягивал время. То есть, есть такое понятие искусственное оттягивание времени. То есть, чем человек, который находится в алкогольном опьянении, дольше не освидетельствуется, то алкоголь имеет свойство выветриваться из организма. То есть, если в дальнейшем человек продувает, то он продувает в прибор меньше. Меньший результат. Либо у медиков в крово-норкологическом диспансере. Ну, такой же результат происходит. Спасибо. 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 Спасибо.